Привет, с вами Каска. В этом ролике я тебе расскажу как можно на процентов так 10 повысить свой FPS с помощью простой и правильной установки драйвера на видеокарту от Nvidia. Этот способ работает абсолютно на всех сериях видеокарт, GTX, RTX, а также на любой версии винды, 7, 10, 11 и так далее. Долго тебя не задерживают, 30 секунд полезной интеграции и полетели. Ты знаешь что такое калибр? Не-не-не, не то что тебя в штанах, а в разы большие. Калибр это бесплатный онлайн шутер от третьего лица, в которых представлено много классических и редких спецподразделений. Это штурмовик, снайпер, медик и боец поддержки. При этом все оперативники различаются набором вооружения, характеристиками и спецспособностями. В калибре ты можешь играть как в ПВЕ миссии, так и против других игроков. Но самое главное, что здесь присутствует рейтинг. Лично для меня это огромный плюс. Так как игр сейчас выходит не такое большое количество, как хотелось бы, рекомендую каждому лично ознакомиться с игрой по ссылке в описании. Я тоже играю, поэтому жду тебя в друзьях. В пати все-таки веселее. Первое с чего нам стоит начать, это с подготовки некоторых файлов. Мы их переместим на рабочий стол, чтобы потом в пару кликов сделать полную очистку и установку драйвера. Открываем браузер и пишем nvidia.ru. Переходим на драйверы. В этот момент пока у нас все невероятно долго прогружается. Кстати, если оно все-таки у тебя не загрузится или вообще не дает доступ к сайту, попробуй воспользоваться VPN. Открываем вторую вкладку и пишем Display Driver on Installer. Нас интересует проверенный сайт guru3d.com. Опускаемся в самый низ и снова ждем пока прогрузится. Хотя можно и не ждать. Открываем третью вкладку, пишем nvcleanstal, сайт Touch Power Up. Слева нажимаем Download и выбираем любой сервер. Возвращаемся на второй сайт с Display Driver on Installer. И нажимаем Download Mirror EU. То же самое, Нидерланды или Германия. Пока у нас думает сайт, что мы от него хотим, у нас есть время для того, чтобы скачать драйвера на видеокарту. Я думаю там уже все прогрузилось. Выбираем нашу серию, семейство и ОС. Далее поиск, загрузить сейчас и снова нажимаем загрузить сейчас. На втором сайте у нас уже пошла загрузка. Ура! Открываем скачанный архив. Делаем распаковку DDU. На само приложение нажимаем 2 раза LKM, троеточие, выбираем допустим рабочий стол, создаем папку, ОК и Экстракт. Папка у нас готова, DDU можно удалять. Теперь наступает самый ответственный момент. Мы делаем собственный билд из драйвера Nvidia. Нажимаем ПКМ на nvcleanstal, запускаем от имени администратора, подтверждаем. В открывшемся окне ставим галочку на Use Driver Files on Disk, то есть использовать драйвер, который мы с вами скачали. Нажимаем Browse, рабочий стол и выбираем наш официальный драйвер сайта Nvidia. Нажимаем Next. А теперь самая интересная часть этого ролика. Если ты опытный пользователь, делаешь на свое усмотрение, что тебе нужно, что нет. Только обрати внимание на то, что если ты играешь в старенькие игры, то тебе обязательно нужен Nvidia Physics. Естественно, многие параметры, которые здесь указаны, я не знал. Я просто брал название, допустим, аудиодрайвер. Вбивал в гугле, читал, что он делает и по списку шел вниз. Да и плюс не так сложно, потому что у каждого параметра в этой программе есть описание. По итогу понял следующее. Если ты на материнской плате пользуешься Type-C, то галочку ставишь на USB-C драйвер. Если тебе нужен Shadow of Play, то справа указано, что необходимо для его работоспособности. А если еще проще, берем тот же Shadow of Play, ставим на него галочку, нажимаем Next. У нас появляется предупреждение, что для этого параметра необходимо включить остальные компоненты. И программа автоматически поставит галочки на минимально необходимых параметрах. Я делаю еще проще, потому что для повышения FPS мы не используем GeForce Experience. Собственно, Shadow of Play, Virtual Audio и так далее. Во-первых, GeForce Experience использует телеметрию, то есть слежка за твоей системой. Как многие утверждают, это также влияет на производительность твоего ПК. Поэтому я выбираю минимум и нажимаю Next. Ждем распаковку установщика. Теперь нам снова потребуется делать выбор. Здесь все чутка проще. Допустим, второе. Это у нас экспресс-установка, к которой мы все привыкли. Enable DLSS. Это показывает версию DLSS в самой игре. Отключить телеметрию, аудио от Nvidia и так далее. Я же просто выбираю чистую установку. Для того, чтобы прошлая версия удалилась и не создавала никакие бэкапы. Нажимаем Next. Третья вкладка Build Package. Создаем папку на рабочем столе и ждем, пока у нас создается наш собственный билд драйвера. Далее все это закрываем. Для удобства я переименовал папку в Nvidia. По итогу у нас должно получиться как-то так. Две папки и два приложения. Поздравляю тебя с твоим первым билдом. Теперь все делается абсолютно в два клика. Ну, почти. Нажимаем ПКМ на пуск. Наводим курсор на перезагрузка. Держим Shift и нажимаем левую кнопку мыши. Далее выбираем поиск и устранение неисправностей. Дополнительные параметры. Параметры загрузки и перезагрузить. Теперь выбираем Save Mode. Ну, или безопасный режим. После того, как у нас появится рабочий стол, открываем папку DDU. Запускаем Display Driver on Installer. Справа выбираем GPU и Nvidia. А слева уже первая вкладка Clean and Restart. Пока у нас идет полная очистка драйвера, я в двух словах расскажу, что мы только что сделали. С помощью Display Driver on Installer мы полностью очищаем нашу систему от всех прошлых версий драйвера. Это касается ошибок, реестра и многого другого. Даже после этой простой очистки драйвера ты можешь слегка повысить свой FPS. Особенно, если твоя в инде уже более года и ты систематически ставишь новые драйвера. Мы ничего не жмем, а просто ждем. Наша система сама сделает перезагрузку. Как только наш ПК включится, быстренько заходим в параметры сети и интернет. Нажимаем настройка параметров адаптера. И на время установки отключаем наш интернет. Для того, чтобы Windows автоматически не поставил нам драйвера. Открываем папку с нашим созданным билдом. Нажимаем да и делаем простую установку, как это обычно происходит. Обрати внимание, что у нас поставится только графический драйвер. Ну а теперь просто ждем пока все это установится. После установки снова включаем наш интернет. В поиске пишем GeForce Experience. Он по какой-то причине все равно показывается. Хотя не работает, не запускается. Скорее всего так и должно быть. А там фиг знает. На рабочем столе нажимаем ПКМ. Панель управления Nvidia. Принимаю и продолжить. Переходим на регулировка настройки изображения. Ставим галочку на пользовательские настройки с упором на производительность. И нажимаем применить. Вуаля. Все готово. Теперь можешь спокойно залетать в игру. Кому-то этот способ поможет, кому-то нет. Однозначного ответа нет. Но на форумах люди пишут, что повышается FPS, как и общая производительность. Если это так, то обязательно напиши в комментариях. Если ты боишься за Shadow Play, то есть как снимать видосы, то самый простой способ, наверное, использовать OBS. Так как там тоже есть мгновенный повтор, отличная запись и ее настройка. Да, игровые фильтры не получится использовать. Но тут уже смотри сам, кому что приоритетней. За рассказанную информацию попрошу лишь только большой палец вверх и подписку на канал. Таким образом я буду понимать, что эта тема интересная и буду искать что-то новое. Ну а я с вами надолго не прощаюсь. До скорых встреч.